Интернат Лоевского педагогического колледжа. Миновито тут, подчас школьных каникул разместился областный межведомственный лагерь «Патриот». Правда, непосредного помешкания под дедки только отпочиваются. Увесь остатный час, расписанный литерально по хвилинах, каждый день детьми занимаются супрацовники некой организации, милиции, отдела по назначенных ситуациях, а свода Барсэм пограничники. Территория, на которой находятся пограничные катары, закрытая. Алле для удельников лагеря «Патриот» на этот раз зарабили выключение. Правда, экскурсии непосредственно на суднах у программе не продугледжена. Усё ж таки побачь державная межа. У вугле пограничники, основные шефы межведомственного лагеря, военнослужащие погранкомендатуры с подлетками знаходятся постоянно. Непосредственно на территории войсковой части проходят показальные выступления кинологов и занятки со сброей. Неколь сборку и разборку автомата мог провести каждый школьник. Зараз шмат кто не тримая калашников у руках до самой службы у армии. Хоть курс початковой военной подрихтовки не самая головная задача наведывания погранкомендатуры. Проводим занятия по правилам посещения пограничной зоны, пограничное законодательство обучаем. В дальнейшем может тебе какой-то пригодится в его жизни и даже знать основу пограничного законодательства. Аптомат садзейности обосновка лагеря «Патриот» можно мерковать по его полной назве военно-патриотичная оздоровленчин. Спортивные споборницы тут увугли практически каждый день. Усе в деньнике лагера подлетки, которые находятся на разных видах профилактического улику, деталевого анализа эффективности работы лагеру на кшталт наступного занятия зонику никто не проводил, а ли выпадки, кали поводины подлетка изменялися, есть. У нас был такой мальчик, Примак Константин. Это был лоевский мальчик, который в свое время состоял на учете по делам несовершеннолетних. Но за время прохождения он был 4 года подряд в лагере. Сегодня этому ребенку есть чем гордиться. Он спортсмен у нас, он занимает призовые места не только в районе, но и в области. Я знаю, что даже он участвовал и в республиканских соревнованиях. Очень много у него медалей, грамот. Я думаю, что этот лагерь пошел на пользу. Подъемы 7 ранницы от бою 22.00. Помимо ими разностранные занятки и пятиразовые, как у санатории, харчевания. На этот раз на столах салат со свежих горков, рысовый суп, котлеты с тушеной капустой и компот с апельсинами. Практично все выдастки из областного бюджета. Межведомственный лагерь «Патриот» просует 9 дней и завтра завершает свою работу. Шмат кто каже, что в наступном годе меркует приехать у Рою знову. Нормальные ребята все, хорошие, нормально себя ведут. Мне понравилось в тот раз, я в этот раз съездил. В следующем году еще поеду, если он будет. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадио компания «Гомель» Злоев.